Вы целую стройку затеяли. Говорит, что все летит к ним. Да, вот так вот. Не дай бог провалились бы и все. Я подумал, что вот такую булочку дадут у нас. Вот такие доски были. Очень. Хочется жить и радоваться. Друзья, всем привет. Сегодня мы продолжаем историю с бабушкой Марией Дмитриевной, которая живет в аварийном доме. В ее комнате находится огромная дыра в полу, с которой летят мухи, комары. И Мария Дмитриевна рассказывает, что ей приходится спать в коробке с под холодильника. А зимой оттуда так задувает, что ей с мужем приходится ходить в теплой одежде. Для тех, кто не видел, в описании к этому видео я оставлю ссылку на прошлый наш выпуск. Я списался с нашим подписчиком, который разбирается в стройке. И сегодня мы поедем смотреть, что с этим всем можно сделать. Я вам желаю приятного просмотра. Привет. Это, ребята, Игорь. Что, рулетка есть? Все есть? Да, что есть. Пойдем. Здрасте, здрасте. Проходите. Рада вас видеть, слышите. А где у вас свет здесь? А вот сейчас. Мы хотим вам сейчас сделать замеры и отремонтировать пол. Ну, милые, мне просто стыдно от вас это все получать. Вы только даете, даете, а я... Вы даже говорите, что вам неудобно. Ангела Божия. Таких мало. Помогаете. Мало. Да, прям много. Просто больше сейчас плохого и все в глаза бросается. А хороших много. Хороших. Ну, хороших. Хороших притягивает хорошего. По вам видно, хороший человек. Вот поэтому и притягивайте хорошего. Значит, еще на земле будет мир и лад и хорошо. Конечно. Лади, получается, живые. Да. Более-менее. То есть на них что-то просто как направляющий. Может обрешетку там из досок сделать. Вас через год там переселят. По крайней мере, чтобы вы этот год спокойно здесь пожили. Потому что будет холод с этого скрыльца. И весь под домом ветер ходит. И все это сюда наружу вылетает. В воскресенье. С вами увидимся. Мы все привезем и будем делать. Хорошо. Возьмите, пожалуйста, лучок. Вы нас угостить хотите? Ну, конечно. Ну, добрым нечего. Но я в следующий раз что-нибудь доброе сделаю. На самом деле, вот это все, это витамины. А витамины это одно из самых главных составляющих здоровой жизни. Храни вас, Господь. Спасибо вам за что-нибудь. Вам спасибо. До свидания. Привет. Мне сейчас она звонила, говорит, ничего, пожалуйста, не покупайте. Говорит, у нас там пару досок есть, говорит, скромная. Взяли все для пола. Это направляющие. Это доски такие, которые будут по полу стелиться. Сейчас мы идем, берем линолеум, пену и едем. Полукоммерческий. Ну, в принципе, неплохой, я думаю. До переселения им точно хватит. В общем, у нас получилось 13,92. И хорошо, что нам помогают парни, потому что, я думаю, за работу было бы, наверное, минимум пол стоимости этой суммы. А парни, красавцы, помогают нам. И сейчас мы все быстренько сделаем. Здрасте. Здрасте. Вы целую стройку затеяли. Ну, хотим сделать все по-человечески, чтобы вам комфортнее там было. И чтобы холодно не было, чтобы насекомые не залетали. Я знаю, вы просили ничего не брать, что у вас там какие-то доски есть. Да. Ну, мы хотим сделать по-человечески все. Да, мы же сделали на целую комнату это все. Ребят, привет. Здрасте. Меня Игорь зовут. Очень приятно. Добрый день, Игорь. Берем инструменты и мы часа два, наверное, займем, быстренько все сделаем. Мы взяли на комнату и туалет хотим, проход сделать, чтобы вы не спотыкались, чтобы вы спокойно там ходили. Особенно, ну, мне кажется, мужу тяжело все равно тоже с палочкой. А будет полегче. Вон их сколько много. И вот это все они летят к ней. Здесь, наверное, как канализационный, да? Дом буквально метр. И там у них комната рядом. Говорит, что все летит к ним. И это все отсюда. Сейчас ребята будут демонтировать здесь вот это все. Убирать старые доски. А вы говорили, вот эта дырка у вас, да? Она с весны появилась. Она, может быть, сто лет была там. Ну, не то, что не с весны, да? Ну, пол провисал-провисал. В три тихо... Чтоб теплее было, мы населим линолеум, да? А он провисал-провисал. А потом смотрим, все совсем провис. Мы тогда все это выбросили на помойку. А там вот грибы все съели. Это и на этом... На линолеуме... Чёрно-плесень вы имеете в виду? Да, 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 чёрная плесень. Вот. А потом смотрим, и там и дыра... Не провалились туда ничего? Нет, никто. И они там по возможности им пользуются, потому что всё равно горячей воды нету в доме. Сток холодный. Если там вот нагревать, да? И вот как в сезон, когда заключаю, все моются с чайничками горячими. И здесь у них туалет. Но туалетом, она говорит, что они не пользуются только в чрезвычайных каких-то ситуациях, потому что, ну, они не хотят, чтобы в квартире были какие-то потусторонние запахи. И поэтому всё равно не ходят туда вот за стенку. Слегка дотронулся Игорь, и просто они сразу провалились. Вы вот... Просто интересно, как вы познакомились? Чем вы друг другу понравились? Сколько вы уже вместе? Как вот это всё произошло у вас? 52 года мы вместе. Счастье человеческое. Оно заключается в детках. Чем больше деток, тем больше счастья. Когда вы познакомились, сколько вам лет было? 28 лет. 28 лет. Разница в возрасте? Где это произошло? При каких обстоятельствах? На Новый год. Просто я пришла к знакомым, и вон там его пригласили. Ну, это так, с течением обстоятельств. Да, вот так вот. Не дай бог провалились бы и всё. Пока начнём отсюда. Здесь просто меня очень пугает. Он построил 1914 года. До Первой мировой войны был построен. Дом построил купец. Значит, на первом этаже у него аптека была, а на втором семья жила. А революция случилась, и они убегали, подались обстоятельствами. У кого бизнес был, да? Да, за границу убежали. Потому что, ну, революция, репрессии там, понятно, понял? Вот такие доски были. Просто жесть. Импровизированный черчёжный лист. Мальберт, ну. Куда размеры сейчас писать? 3, давай. В центре дома, да, называется? Да, очень сильно удивлен. Как будто мы где-то в деревне находимся. Да, порой в деревне даже такого нет. Не наблюдается. Кирпичи же вытащить попробовать можно подковырнуть. Можно. Там бабать просто. Не, не, не. На него поваливаются. Постелили вот этот лист. Лёг хорошо, но проблема в том, что перестала открываться дверь. И сейчас надо что-то думать. Скорее всего, петли придётся перекручивать. И дверь чуть выше поднимать. Пол сделали, ребята. Сейчас берём, вытаскиваем всю мебель, запениваем дырки, которые здесь есть. Посмотрим дырки, которые находятся за диваном. Может быть, там тоже подпениваем, сделаем размеры, да? И будем как-то сюда стелить линолеум, который мы взяли 4х4. Вот это сантиметр линолеумов всяких разных. Мария Дмитриевна с мужем пытались от холода, от влаги, просто стелили один за одним, и ничего не помогает. Валенках по дому ходим. Зимой? Да. Вообще холодно, ну, как вы видели, как было. Вот. Холодно, потому что по полу холода и оттуда холод не несёт. Ну, а сейчас, как думаете? Сейчас наполовину будет. Крайне мере, как и живность не будет лететь оттуда. И уже так задувать не будет, что вы раньше, говорите, в коробке спали от холодильника. Да, да. Сейчас уже точно. Стык позор. У нас что-то время, у нас ураганы, у нас бураны, у нас вот сила, мощь. А если бы посмотрели бы, ну, ладно, всё это вперёд, прожитые житы. Мы живы, слава Господу. Дай Бог мир и здоровье. А всё остальное приложится. Если не будем ленивые. Всё, ещё раз. Детство было наше, горькое, конечно. Голоды были. Мы же войну пережили. Вот для вас война 45-го года, 41-го, 45-го, что война 812-го года, вам одинаково, у вас это всё там. А мы-то пережили это всё. Представьте себе, мне было 6 лет, началась война в 41-м. Не было 6 лет. И вот на такие маленькие, хрупкие плечики свалилась семилетняя голодовка. Сейчас вам трудно представить, чтобы шестилетний ребёнок голодал. Такого нет. А мы-то всё это пережили. Страна-то победила фашизм. А мы-то из войны вышли физически слабо развитые. Из голодовок-то этих. И умственно слабо развитые. А потому что вот такую булочку дадут у нас. Было у мамы 6 человек, когда отца взяли в армию. И вот мы на эту поделим. Она идёт в лес, в колхоз, косит на целый день вот с такой. Бутылку воды и смородиной лист И всё. Так что мы беспризорные были. А ваш отец вернулся с вами? Вернулся нам поздно. Он, значит, где-то был ещё и в Германии, по-моему, его задерживали служить. Он только к 1948 году вернулся. А вы помните, вот он что-нибудь рассказывал? Какие вот у него воспоминания были? Ну, воспоминания про войну он не любил говорить. И вот. А мы уже до того были насыщены этими событиями, что мы и не расспрашивали его о войне, как он воевал, чего там. Вы уже смотрели, как здесь? Видела, очень хорошо, очень хорошо. Не то, что было. Ну да. Тут бывает, что вверху затох, и сюда всё валится, а потом вот тут смешаются кони, люди, и все... гулять, что песок был. Да, 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 да. Вот этот и песок, и всё там оттуда льётся. Так не дай, Господь. Ну вот, сейчас просто прекрасно. Приходите чуть-чуть. Совсем другое дело. Да, да, да. Но только вы струдились здорово. Струдились на славу. Ну, хотели, чтобы хорошо получилось. Спасибо. Спасибо. Доброго-доброго вам здоровья. Спасибо за всё. Главное, чтобы у вас крепкое здоровье было, чтобы вы меньше переживали по вот этим всем поводам, меньше мёрзли, переохлаждались и меньше волновались. Сейчас хоть как-то вам подняли настроение, и дай Бог, чтобы вам... Боющая рука никогда не оскудеет. Долгих лет жизни. Утр и вечер я буду вспоминать ваше имя, имя вашей мамочки, за то, что она родилась, за то, что вы такие, с добрым сердцем. Обязательно у меня будут болеться каждое утро-вечер. Как за своих, так и за вас. Очень хорошо. Хочется жить и радоваться. Спасибо. Очень хорошо. Очень хорошо. Супер. Это хорошо. Главное, что да. Парни, прям вообще низкий поклон. Я говорю, я бы сам бы не справился, и они прям огромные молодцы, чтобы так помогли. Слава Богу и благодарность. Низкий поклон всем тем, кто участвовал в этом деле, в этой помощи. Совсем другое дело. Спасибо. Спасибо. Нам не видать этого никогда. И, наверное, кто его знает, доживем ли до светлых дней, когда это снесется. Но наша жизнь идет под откос. Вниз. Все хорошо. Ну, ладно. Дай Бог, через год, через два переселят вас. По крайней мере, сейчас уже, вот мы сейчас здесь находимся, здесь тепло, здесь даже душновато. Душновато, да. Да, сейчас запенили дырки, мы вот там вот все прикрыли, если вы видите, помните, дырки были, мы их прикрутили. И все дырки запенили. Поэтому, я думаю, сейчас будет намного лучше. Хотите, мыши не будут выходить. Мария Дмитриевна, по парням, что сегодня работали, приготовила пельмешки, да? Да. Это домашние? Да, да, я сама сделала. Правда? Да, да, да. Они, наверное, очень-очень вкусные. Покушайте, скажите. Помогали бабушке, Фейна Ивановна зовут. И она тоже очень сильно любила пельмени. И мы к ней пришли, вместе готовили пельмени и кушали их потом. Кстати, ребят, кто не видел, я ссылку на выпуск оставлю в описании и вот подсказочку прикреплю. Мария Дмитриевна очень гостеприимная. И вот она накрыла стол. Пельмешки. Здесь вот салатик какой-то. И картошечка с мясом. Спасибо большое, что накормите нас сейчас. Мария Дмитриевна. Мария Дмитриевна. Столомится уже. Да. Столько всего. Сейчас еще пельмешки нормальные. Да ладно, хватит, хватит, хватит. Он еще сварится. Тут столько еды на 10 человек. Есть. Самое основное мы сделали. Потом, конечно, если у вас что-то там критично будет, еще там окна начнут, не знаю, там сломаются. То есть что-то такое будет, конечно, звоните. Вот. Спасибо за это. В данный момент, я думаю, вот прям здорово. Я просто буду благодарить и молиться за вас. Спасибо еще раз вам большое. Прямо нас всех накормили. Спасибо, спасибо вам большое. Я сам недавно свою тоже семью, вот мы с супругой создали. Вот вы 52 года вместе. И вот мне интересно, может быть, дадите совет вот мне, молодежи, будущей. Потому что много семей сейчас, они сходятся, год поживут, да, там, и разбегаются, разводятся. Вот как у вас удалось за 52 года, да, сохранить вот, да, все эти чувства, которые у вас... Кто-то должен снижаться. Кто-то должен... Уступать. Да. Уступать. Вот. А иначе не будет. Казанакар. Если, если... Если она один раз мне уступит, я должен это запомнить. И в следующий раз я сам должен уступить. Взаимные уступки взаимные понимания. Тут дети, ради детей все забывают. А счастье-то это оно в детях. У вас недавно семья образовалась. Так вот, знаете, что счастье человеческое оно в детенышах. И в детках. Чем больше деток, это... Вы так рассказываете, наверное, для вас, да, и рождение ваших детей было самым счастливым моментом, да, в жизни. Разумеется, разумеется. Как вам день? Ну, устали, конечно. Непростой, так скажем. И, ну, главное, чтобы продуктивно использовать. И вот, да, благодарность на лицо. Круто. Доброе дело. Соблаговлят удачей. Как говорится. Просто такие бабушки, которые прошли путь тернистый свой, они дают нам, допустим, всегда, даже вот, ну, наше... Последнее. Да, то есть, что есть у них. Они знают, как это раньше у них было, и они, наоборот, хотят как-то заменить, что ли. Казалось бы, да, две дырочки маленьких было, а начали копаться, и... А где всегда там? Огромная дырень. Мария Дмитриевна. Пожалуйста. Это что такое? Это лечо. О, Коля хотел лечить. Давай. Коля, давай, давай. А это, кстати, томатный сок. Спасибо огромное. Спасибо. Прям вообще респект. Без вас я бы точно не справился, потому что что такое простенькое я могу, а вот что касается строительных всяких работ, это прям сложно, да. В описании к ролику оставлю инстаграмы парней. Конечно, многие... Ну, буду писать комментарии. Давайте напишем вам добрые слова, потому что мы начали в час, время уже девять, да. То есть девять, восемь часов этим всем занимались. А те, кто могут, можете добавиться к ним в инстаграм и написать лично добрые слова. Парни красавцы. Спасибо. Спасибо. Давайте будем на связи. Хорошо. Все, парни, счастливо. Спасибо огромное. У нас для вас еще небольшой подарок. Это тонометр. Ну, новый, потому что мы обратили внимание, когда видели, что там прям совсем старенький у вас был. А этот на батарейках, батарейки там уже в комплекте есть. Ну, там ничего сложного. Просто манжету одеваете, кнопочку нажимаете, и он показывает давление. Вот это сердце любящее. Спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Вам крепкого здоровья. Спасибо. Вот. Мы с вами будем на связи. Мой номер телефона есть. Есть. Сохраните. Есть. Я здесь, в принципе, не так уж и подалеку живу. Поэтому, если что-то нужно будет, что-то купить, привезти, забрать что-то, звоните. Я приеду, и чем сможем, мы вам поможем. Хорошо? Договорились? Спасибо. Не стесняйтесь. Если что, звоните. До свидания. До свидания. Всего вам. Вам тоже всего самого хорошего. Спасибо. Когда парни заделывали эту огромную дырку в полу, и в этот момент я стоял рядом с Марией Дмитриевной, она вот смотрела на это все, и по ее лицу было видно в то, что она не верит во все то, что с ней в данный момент происходит. Когда мы ушли, Мария Дмитриевна перезвонила мне через пару часов, и плача еще раз сказала спасибо. Я спросил, все ли у нее в порядке. Она сказала, не переживайте, все хорошо, это слезы счастья. Многие из вас в комментариях под прошлым видео писали, что нам необходимо организовать сбор и купить квартиру бабушке и ее мужу. Но, к сожалению, наш канал еще не такой большой для таких масштабных дел, и, к сожалению, нам это не под силу. Но в этом случае я считаю, что мы еще кое-чем можем им помочь. Мне хотелось бы установить им еще новый туалет и поставить душевую кабину, чтобы они могли комфортно мыться. Если у вас есть желание помочь, в описании к этому видео я оставлю все реквизиты, куда вы можете отправить любую сумму для помощи Марии Дмитриевне. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал. Увидимся через неделю. Пока. Желаете, хорошее стихотворение вам расскажу? Давайте. Торопитесь любить, Время в кровь запасти не удастся. Торопитесь друг друга беречь, Ведь потерь не вернуть. Не спешите винить И обидеть упреком. Те слова тяжелые, Не пришлось бы просить их назад, А любая ошибка Потом обеднется уроком. Лучше время найдите, Чтоб доброе что-то сказать. Не забудьте, Что жизнь коротка, А минуты бесценны, Что в песочных часах нашей жизни Золотой убегает песок. Научитесь прощать, Понимать И внимательно слушать. Торопитесь, Чтоб не опоздать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!